За всех молиши ты на твоего Христа Бога. Чудотворный список иконы Казанской Божьей Матери Вышинской и ковчег с мощами святителя Феофана Затворника прибыли в Волгоград из монастыря Рязанской епархии. Крестным ходом под звон колоколов эти святыни были внесены в храм похвалы Пресвятой Богородицы. Для волгоградских прихожан и для всей России большое значение благодать посещает нас, наши города и наши души. Всем нам сейчас нужна помощь, каждому человеку, поэтому мы все хотим от кого-то ждать помощи, чтобы не было этих терактов, чтобы мы все были здоровы, самое главное, чтобы наши дети не болели. Вышинский список с иконы Казанской Божьей Матери – это копия с чудотворного образа. По преданию, во время войны 1812 года, спасаясь от французов, в Тамбовский Вознесенский монастырь приехала московская монахиня Мирония. Она привезла с собой Казанскую икону, родительское благословение. Дороги монахиню хотела убить имщик, но Богородица спасла Миронию от гибели. Еще одно предание гласит, что в 1841 году заступничеством Божьей Матери был спасен от холеры город Тамбов. Икона Божьей Матери Казанская, Вышинская – это точный список с казанской чудотворной иконы, которая была явлена в Казани. Она была привезена с Тамбовской митрополии, одной из монахинь, и уже на протяжении более 200 лет хранится в женском Вышинском монастыре. В годы, когда в 19 веке, когда ходила болезнь холера, эту святыню возили по многим городам и весям, и селам, дабы люди получали исцеление. Ковчег с частицей мощей Феофана Затворника привезен в Волгоград в рамках празднования 200-летия со дня рождения святителя. Будучи епископом, Феофан открыл церковно-приходские воскресные школы, а также женское и пархиальное училище. После многолетнего служения Русской Церкви он поселился в Вышинской пустыне, где прожил 22 года в затворе. Там он продолжал служить людям, создавая многочисленные духовные и богословские произведения. Но он принял решение все оставить и уйти в затвор. И вот, находясь в нашем монастыре, 22 года он посвятил тому, что писал книги, вел активную переписку с людьми разных сословий, переводил на русский язык книги. Собственно говоря, то достояние, которое осталось сейчас нам, оно помогает людям найти свой путь ко спасению. Кстати, одна из его книг, самых таких популярных, это так и называется, путь ко спасению. Сейчас издательский совет патриархии уже в течение пяти лет работает над тем, чтобы собрать все труды святителя Феофана, найти новые, которые никогда не издавались, и издать собрание творений. К этому святителю прихожане обращаются с просьбами помочь в выборе профессии, в учебе, а также одарование здоровья, поклониться святыням. Волгоградцы могут с 8 утра до 8 вечера в храме в честь иконы похвалы Пресвятой Богородицы до 12 октября. Затем святыня продолжит свой путь по приходу Волгоградской епархии. Ирина Чернова, Анна Корохова, Глеб Волков, Александр Шишин. Первый Волгоградский канал.